27 октября, в воскресенье, на технологической дороге вдоль газораспределительной станции в 17.30 груженый лесовоз, расправленный стрелой, повредил газопровод второй категории диаметром 426 мм, вследствие чего произошла разгерметизация газопровода с дальнейшей его остановкой и остановкой ГРС. Прекратилось газоснабжение потребителей Северо-Уральска, поселков Черемухово, Колья, Третий Северный. 2800 домов, в том числе 411 многоквартирных, две котельные остались без газоснабжения. По тревоге были подняты аварийные службы. Служба среагировала практически мгновенно, в 17.32 заехали, в 17.35 уже в течение 5 минут задвижки были отключены, в 17.35 уже ЕДДС сообщила об этом, выехали на место, определились, какая нужна будет техника. Очень хорошо сработал ГАЗЭКС, руководители ГАЗЭКСа, Шпект Константин Иванович совместно с Мурнаевым и Александром Михайловичем хорошо сработали. Приехало несколько бригад из города Краснотуринска, из города Карпинска, была бригада из города Северо-Уральска, провели КЧС, сразу же подключились предприятия города, подключилось акционерное общество СОБР, выделило кран, подключилось Урал-Леспром, это тресбок сестрой, подключился тресбок сестрой, это предприниматель Закираев Селимхан Балабекович, подключился МОП ЖКХ, ну и естественно подключился МОП Комэнергоресурс. Вот они начали вчера работать, уже в 8 часов, в 8 часов уже работа шла полным ходом, постоянно контролируем ситуацию, температуру воды, температуру в квартирах, контролируем управляющие компании, все работают в этом направлении. Начала работать комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Северо-Уральского городского округа. Только 28 октября комиссия провела три совещания по оперативным мерам. Аварийно-восстановительные работы велись всю ночь специалистами акционерного общества «Газекс», создана комиссия по расследованию происшествия, уведомлен Ростехнадзор. В режим повышенной готовности были приведены бригады акционерного общества «Газекс» соседних городов. Сегодня, 15 минут назад, то есть получается в 2 часа, был подан газ. Все аварийные работы завершены, газ подан на котельную. Сейчас дренируют, спускают газовоздушную смесь и надеются, что 4 километра этих за полчаса газ пройдет. И в дома начнут подавать теплую и горячую воду. В первую очередь газ был подан на промышленные предприятия и котельные. Перед этим были проведены контрольные опрессовки всех распределительных газопроводов, продувка для удаления газовоздушной смеси. По сообщению руководителя МУПКОМ «Энергоресурс» Евгения Сафоненко, котельный газ появился в 14, 20, 28 октября. Затем прошло восстановление газоснабжения жилых домов. Таким образом, без газоснабжения городской округ оставался менее суток. Глава городского округа Василий Матюшенко предполагает, что причиной аварии является человеческий фактор. Значит, там ситуация какая произошла. Лесовоз, чисто человеческий фактор, лесовоз вез лес и, видимо, в процессе где-то он нечаянно что-то рукой зацепил. По всей видимости, что так манипулятор стал подниматься и стрела манипулятора ударила по газовой трубе, трубу прорвала. Нам просто повезло, что вот этот газопровод не взорвался. Ну, я так думаю. Хочу сказать, что у нас очень замечательные люди. Не просто исключительные люди, потому что, во-первых, потому что работают самоотверженно, с полной отдачей. И я думаю, что жители города должны благодарны быть всем этим людям, которые принимали участие на ликвидации аварии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!